Продолжение следует... Так, в предложении «теперь рано светает» безличный глагол обозначает состояние природы. Он является сказуемым. В другом предложении «меня знобит» безличный глагол «знобит» обозначает состояние человека. Местоимение «меня» употреблено в родительном падеже и в предложении является дополнением. Иногда безличный глагол может быть образован с помощью суффикса «ся». Так, в предложении «ребенку не спится» безличный глагол «не спится» образован с помощью возвратного суффикса «ся». Он обозначает состояние человека. Существительное «ребенку» употреблено в дательном падеже и также является дополнением. Обратите внимание на то, что в предложении, в котором есть безличный глагол, нет и не может быть подлежащего. Иногда бывает так, что личный глагол может быть употреблен в безличном значении. Давайте сравним два предложения. «Зимой темнеет рано» и «краска на картине со временем темнеет». В первом предложении глагол «темнеет» употреблен в безличном значении. Он обозначает состояние природы. В таком предложении нет подлежащего. Во втором предложении глагол «темнеет» является личным глаголом, так как он относится к подлежащему «краска». Чередование гласных и «е» в корне слова. В корне слова мы пишем гласную «и», если после корня идет суффикс «а». В корне слова мы пишем гласную «е», если после корня нет суффикса «а». Давайте посмотрим на пример. В слове «убирать» в корне «бир» мы пишем гласную «и», потому что после корня стоит суффикс «а». В слове «уберу» в корне мы пишем гласную «е», потому что после корня нет суффикса «а». Посмотрите, пожалуйста, на корни, в которых происходит чередование гласных «и-е». Это корни «бир-бер», «пир-пер», «дир-дер», «тир-тер», «мир-мер». Корни «мир-мер» имеют значение остановки, временной или постоянной. «Умирать» пишем в корне гласную «и», потому что есть суффикс «а», «умер» в корне пишем гласную «е». Также к этому правилу относятся правописания корней «блист-блест», «стил-стел», «жик-жек», «чит-чет». Запомните правописание слова «сочетание». В корне «чет» пишем гласную «е», несмотря на присутствие суффикса «а». К этому же правилу относится правописание гласных в корнях «чин-ча». «Начинать» пишем с гласной «и», так как после корня стоит суффикс «а». И корень «ним-ня» в слове «понимать» в корне пишем гласную «и», потому что после корня идет суффикс «а». Правописание суффиксов в прилагательных. Суффикс «ка» пишется в качественных прилагательных, имеющих краткую форму. В прилагательном «низкий» мы должны будем написать суффикс «ка», так как это прилагательное может быть употреблено в краткой форме. Низкий – низок. Суффикс «ка» также пишется в относительных прилагательных, которые образованы от существительных с основой на «ка», «ц», «ч». Давайте посмотрим на примеры. В слове «казацкий» мы должны написать суффикс «ка», потому что оно образовалось от существительного «казак», которое оканчивается на «ка». В слове «турецкий» мы должны будем написать суффикс «ка», потому что оно образовалось от существительного «турция», в основе которого есть буква «ц». Прилагательное «ткацкий» мы тоже должны будем написать суффиксом «ка», так как оно образовалось от существительного «ткач», основа которого заканчивается на «ч». Суффикс «ск» пишется в остальных случаях. Например, в словах «киргизский», «французский». В этих словах происходит слияние звуков, поэтому букву «з» не потеряйте. В слове «матросский» мы тоже должны будем написать суффикс «ск». А здесь мы должны еще также помнить о том, что происходит удвоение согласной. Одна согласная «с» относится к корню, а вторая – к суффиксу. Продолжение следует...